Окей, давайте мы начнем. Надеюсь, что сейчас все еще подойдут, пока у меня почему-то комментарии очень медленно подгружаются, но давайте я, по крайней мере, начну рассказывать, а вы в какой-то момент подключитесь и напишите, все ли дошли сюда. Итак, мы начинаем. Сейчас я расскажу, какой у нас план, я расскажу, кому нужна дизайн-перезагрузка, что делать, если вы застряли в профессии, как получать больше предложений о работе, и я открою продажи на свое обучение, и вы узнаете, в чем же оно круче, лучше, чем предыдущие потоки, и вообще, что изменилось. Сейчас я расскажу немножко о себе. Меня зовут Рита, я креативный директор онлайн кинотеатра «Премьер». У меня супер вообще большой бэкграунд. Я работала, занималась ETL, BTL, Digital, Event, и в целом, чем я только не занималась, очень много лет. После этого я попала в «Премьер», и сейчас мы делаем промо-компании для трейлеров, постеров, делаем большие бренд-компании, и это такая суперинтересная работа еще и на кинорынок. И, пожалуйста, вот как раз на этом моменте мне очень важно, чтобы вы написали, что все ок, напишите, какой у вас запрос, вообще какая у вас может быть проблема, откуда вы. Сейчас я подожду пару минут, и надеюсь, что ваши сообщения тоже будут доходить до меня. Говорят, звук немножко через подушку как будто идет. Сейчас, пока вы пишете, мне его немножко пофиксят, может быть. Пока я вам расскажу, как у меня дела, и пишите, если звук изменится в лучшую сторону. Я еще немножко болею, потому что у нас в офисе жесткий кондер, и поэтому каждый раз, когда я прихожу в офис, я потом пытаюсь как-то выжить в этой ситуации. Со мной еще сегодня моя команда, и это вообще уникальный какой-то кейс, потому что обычно я прихожу одна, очень странно себя ощущаю, ну, потому что я одна, я смотрю в телек, сама себе что-то рассказываю, вот, а в этот раз есть реальные люди, которые просто на заднем плане сидят и еще и смотрят, и смешат меня, и это прям вообще кайф. Не забывайте писать ваш запрос, просто чтобы я поняла, вообще, в чем у вас проблема, и могу ли я ее закрыть. Мне кажется, это очень важно, потому что мы же с вами не просто, не знаю, послушать какую-то инфу, говорят, стало лучше. Так, из Петербурга хочется почесать портфолио, так, чтобы это был отвал всего. Супер. Так, нас с вами какое-то количество человек, напишите, пожалуйста, ваши запросы, потому что иначе я буду рассказывать запросы свои, которые у меня были, из-за которых я сделала этот курс, вот, а я не пойму вообще, насколько вам актуально. Чуть-чуть еще ждем, потому что постепенно вы начинаете подключаться. Так, давайте, пару минут. Расскажу вам пока историю, пока мы ждем. Пока мы ехали сюда, я рассказывала одной из своих коллег, что изменилось на моем курсе. Соответственно, она была на прошлом, и она попросила списаться сюда просто, потому что хочется пройти еще раз с новыми вводными, и это очень прикольно, потому что я сегодня начала просто своим коллегам невовольченным рассказывать, что я делаю в этот раз на курсе, и они такие все присели мне на уши, говорят, можно, пожалуйста, еще воскресить вот это прошлое обучение, а вот это тоже супер, давайте все вместе упакуем. Так, проблемы с позиционированием. Есть много навыков из разных сфер, но непонятно, как их объединить в одну цельную картину. Есть ощущение тупика, отсутствие карьерного роста. Так, из Иркутска. Хочется стать конкурентоспособной на общем рынке, как будто нет полной уверенности, что как. Лучше классно работать на удаленке. Ага, супер. Это классно. На самом деле, я немножко расстраиваюсь, когда ко мне приходят люди просто обновить портфолио, потому что я такая, блин, ну просто обновить портфолио вы как будто можете и сами. Но при этом, при этом есть очень большая роль меня здесь, и я сейчас вам расскажу, в чем она. Поехали. Изначально я как раз решила сделать свой курс, потому что часто сталкивалась с проблемами в кейсах. И в целом я думала, что это как будто бы единственная проблема, которую можно решить, и все будет супер. Какие это были проблемы? Я, мне кажется, если вы давно смотрите меня или подписаны на меня, вы знаете, как я ненавижу ссылки на диски. Это постоянная проблема, эта проблема все еще не решается, потому что мне все еще скидывают ссылки на диски. Я думаю, что нет смысла сейчас останавливаться, почему это плохо. Просто не делайте так. Плюс есть еще две проблемы, которые я вычленила в результате моего прошлого обучения. Отсутствие понимания составляющих кейсов. Ну, то есть вы не всегда понимаете, что надо ставить в кейс. Вообще, что такое кейс? И еще одна проблема, которая тоже встречается очень часто в соцсетях и на других обучалках, это плоский брендинг. Что такое плоский брендинг? Вот смотрите, есть такая штука. Вот, есть логос, который мы с вами дублируем и ставим везде. Это довольно частая вообще проблема, потому что вы вроде как придумали логос, вы такие, ну, прикольно, да, хочу его показать. Показать, где мне нужен кейс. Соответственно, что вы берете, вы просто его ставите на один макап, на второй, на третий, на четвертый, и кажется, что у вас есть целый кейс. Но на самом деле нет, достаточно было поставить его в одно место, и в целом больше ничего не показывать. Почему? Потому что это просто логотип, это не брендинг. Логотип отдельный, это не брендинг, это разные вещи. Дальше. Вот такая штука есть, когда есть популярный стиль минимализм, и мы все, да, вроде как любим его, он часто встречается, но при этом он встречается типа везде. Мы видим постоянно повторяющиеся одинаковые логотипы. Нам они вроде как приелись, при этом кто-то этому обучает и на этом зарабатывает, но при этом это что-то такое, что ты видишь в портфолио, и тебя это не привлекает. Почему? Потому что это просто шрифт. Ну, по сути, просто шрифт, это тоже тяжело затягиваться на бренде. Поэтому мы с вами будем делать немножко по-другому. А еще обнаружилась новая проблема, не знаю, насколько вам видно, но я сейчас зачитаю. Мне стали приходить те вопросики, в какую сторону развивать свои навыки, и в целом как планировать свой рост дальше. Кто-то сливает переговоры, не понимает, как ему вести себя на интервью, потому что чувствует себя неуверенно, и это реальная проблема, то, что у вас нет какой-то своей внутренней уверенности. И это очень сильно влияет на все, на ваше восприятие, на то, как вас воспринимают, как вы себя позиционируете. И опять же, мне все понимают, как прокачать свои навыки, какие навыки нужно прокачивать, и как раз в этом я вам помогу. На самом деле, получается, что первая проблема в кейсах, а вторая проблема в нас, потому что кейсы — это как бы последствия, по сути. То есть есть мы очень классные и очень талантливые, и есть при этом какие-то проблемы, которые мы в себе видим, и это мешает нам как-то себя вообще проявлять. Мы не чувствуем себя уверенно, мы не понимаем, куда нам двигаться вообще, что нам нужно для того, чтобы двинуться, и мы не знаем, как перейти на следующую ступень. Это такой замкнутый круг, в котором вы движетесь, потому что вы существуете в какой-то своей плоскости, и, естественно, очень сложно из нее выйти. Это, знаете, как есть игра экономическая про деньги, я уж не помню, как она называется, но там прикол в том, что ты живешь от зарплата до зарплаты, и постоянно у тебя есть как бы определенный приток, и ты не знаешь, как тебе выйти на большее доход. И потом в этой игре, значит, обучают инвестициями, рассказывают, что тебе нужно помимо твоей зарплаты что-то еще делать. Но прикол в том, что без какого-то вброса дополнительного, вы живете в какой-то системе, не понимаете, как из нее выйти, и часто это очень демотивирует, потому что ты вроде как что-то делаешь, ты можешь классно делать даже то, что ты делаешь, но просто вы можете застрять в каком-то моменте, и это может продлиться на очень большое количество лет, потому что у меня есть очень много знакомых, моих ребят, даже друзей, которые застряли на каком-то уровне. Например, мы могли работать в каком-то агентстве, там, не знаю, 10 лет назад вместе, но я продвинулась по карьерной лестнице, в целом достигла довольно многого для своей сферы, и я вижу ребят, которые застряли на каком-то месте и на том же уровне, на котором мы разошлись с ними 10 лет назад. И это очень жестко, и я считаю, что у каждого человека должна быть возможность, во-первых, продвинуться вперед и просто понять, получить инструменты, которые позволят уже перейти на следующий уровень. Почему мы не чувствуем себя уверенно? Потому что мы не понимаем, на что драться, в целом, что в нас особенного, и в чем наш талант. И это какая-то внутренняя опора, как раз которой очень сильно нужно достичь. И плюс мы не понимаем, куда двигаться, потому что нам не хватает какого-то ментора, который может дать нам какой-то фидбэк и перетащить на следующий уровень, потому что каждый ментор, он подтягивает своего уровня. И в этом как бы класс, потому что у вас есть какой-то уровень, у человека есть уровень выше, и у вас в любом случае при взаимодействии получается, ну, как минимум, половина того, что есть у этого человека. Соответственно, у нас с вами есть вот две таких вещи, с которыми очень важно работать. И я на своем прошлом обучении, почему я вообще решила немножко апдейтить свое обучение, потому что я, во-первых, я прошла еще командный тренинг, на котором я поняла, чего мне не хватало очень сильно, потому что был очень большой фокус на кейсах, но при этом я поняла, что если сфокусироваться на вас и пойти от вас, то может получиться еще более крутой результат. Плюс в этот раз я поняла, что вам нужен дополнительный буст, такой желчок, связанный с продвижением, которого не было в прошлый раз, потому что вы можете упаковать себя, вы можете почувствовать себя более уверенно, но вам еще и нужна дополнительная мотивация, чтобы дальше начать себя еще и продвигать и рассказывать о себе. И это тоже очень важная вещь, которую мы затронем. Поэтому я сделала свой обновленный курс и назвала его «Дизайн-непрезагрузка», потому что я поняла, что мне правда нужно вас немножечко перезагрузить, для того, чтобы вы по-новому вообще посмотрели на себя, на то, что вы делаете, и вообще в том ли вы месте, куда вы движетесь, и действительно ли вы в правильном направлении. И это помимо того, что вам просто нужно сделать спортфолио. Поэтому я немножко среагирую все время, когда ко мне приходят просто сделать спортфолио. В прошлый раз это... Я еще поняла, что я в прошлый раз его неправильно доносила, наверное, смыслы, потому что люди ко мне приходили просто делать спортфолио, и потом после этого они говорили «Вау!», я не ожидала, что мы сейчас... Я думала, что мы просто поделаем портфолио, а в итоге я просто поменял всю свою жизнь, пересмотрел все, что я делаю, и по-новому в целом стал относиться к работе. И мне кажется, что это как раз все достойно для того, чтобы называться перезагрузкой. Соответственно, мы с вами будем все еще проходить тот путь, который был до этого, который все мои ученики проходили до этого. Что будет? Смотрите, в этот раз мы начнем с Ви, и вот эта вторая часть, второй блок, который сейчас я поставила в начало, он как раз позволит нам сначала пройти вот эти этапы. Это тот случай, когда вам нужно рассказать немножко о себе, а вы такие, блин, а что рассказывать? Я не знаю, что рассказывать. А какие у меня сильные стороны? А как мне узнать, какие у меня сильные стороны? Мы с вами это все пройдем. Мне показалось, что CV очень прикольная структура, которая позволяет как раз по блокам вроде как идти, узнавать и осознавать новое о себе, и при этом в конце мы еще и получим какую-то штуку, которую можно отсылать работодателям, и она будет максимально про нас, и мы будем просто уверены в каждом пункте из этого CV. Я вам расскажу, как изменился рынок, потому что на самом деле за два года в рекламе отменялось примерно все. Это вот как раз схемка, которую я немножечко проточеркала, переписала и так далее. Я зашла на состав недавно, если не поменять, это просто самый популярный рекламный ресурс, и просто пыталась найти схему агентств, потому что я всегда показываю ребятам допустим схему агентства на своем курсе, и поняла, что ее просто нет, потому что кто-то ушел, что-то поменялось, никто это просто не собрал, не систематизировал, поэтому про это я вам тоже расскажу, вообще как поменялась расстановка и что сейчас важно в этой штуке. Так. Я покажу вам 10 способов, как зарабатывать больше. Это как раз про то, когда вы хотите отнять свой уровень дохода, или просто не понимаете, как поднять чек, за счет чего это происходит. Я расскажу вам, какие критерии предъявляются конкретно к вашему уровню, потому что ко мне приходят разные ребята от уровня джуниор до ордиректоров, и естественно, к ним предъявляются разные требования, и очень важно понимать, какие конкретно к вам предъявляются, и на что будут обращать внимание. Потому что я постоянно беру на работу дизайнеров, директоров и других ребят, и я вам могу точно сказать, на что обращать внимание при выборе. Итак, но кейсы, конечно, мы тоже будем делать, потому что кейсы, это суперважно. В чем вообще разница, и почему кейсы у нас точно получится классно? Потому что я не делаю тарифы без обратной связи, потому что обратная связь, это вообще ключевой момент. Из обратной связи вы просто можете в целом сами что-то дома поделать, и все еще не понимать, почему вас не берут. Здесь в данном случае обратная связь является вообще в целом ключевой вещью, за которой вам нужно купить курс, потому что такой фидбэк и такую обратную связь вы получите только где-то в агентстве, в которое вам еще и попасть нужно. Поэтому в данном случае обратная связь, это вообще лучшее, что есть в этом курсе. Плюс я расскажу вам формулу классного кейса. Здесь добавился у меня суперритейлинг, основы брендинга, фигма и кураторы, которые будут вам помогать. В чем здесь отдельная вещь? Потому что часто ко мне приходят, до этого, да, ко мне приходили брендинг-дизайнеры, я делала с ними кейсы, и где-то к концу я понимала, что ребята не знают основ. Ну, то есть очень многие ребята прошли уже какие-то обучалки по брендингу, и в итоге у нас получается какой-то продукт, да, где я даю какие-то базовые комменты, не знаю, ребят, пожалуйста, делайте заголовки одинаковыми, ну, условно. И я понимаю, что эту основу, если я сейчас не расскажу, то как будто бы вам никто это не расскажет. Поэтому здесь появилась еще и визуальная логика, основы брендинга, это то, как я подхожу к брендингу, как вам вообще в целом, что такое брендинг, как он работает, почему это больше, чем логотип и так далее. Вот. Кураторы в данном случае вообще будут очень сильно улучшать наш продукт. Про них я расскажу чуть попозже. Хоть и нет, сейчас расскажу. Короче, смотрите, у нас на самом деле количество кураторов, я пока планировала два, но зависит от того, какое количество человек у нас будет, потому что мне хочется, чтобы они успевали каждого охватить. Сейчас у меня есть два направления, это digital и брендинг, и ребята специализируются по конкретному направлению. То есть, если у вас специализация UI и UX, то у вас будет куратор по этой специализации. Это очень важно, потому что у каждого свои приколы, свои принципы в работе. Сейчас я как раз расскажу вам про ребят. У нас есть Лена, это куратор по брендингу, она арт-директор. Мы с ней делаем вот такие потрясающие постеры. Лена, заходи сейчас. А тебе дали им микрофон? Нет. Так, сейчас мы тут на сегодня долго что-то все-то происходит. Я пока почитаю, что вы что-то писали. Сейчас нам еще с вами надо будет как-то в кадр впихнуться. У нас сегодня суперспонтанная штука. Да, ты можешь подвинуться. Сейчас в прямом эфире я подвинусь сюда. Так. Все? Надеюсь, слышно. Тебе надо попасть вот в этот, еще двигайся. Блин. Смотри, смотри, смотрим туда. Короче, Леночка. Она вообще лучший арт-директор, потому что ее... Все наши бывшие коллеги, которые уходят из премьер, они ее зовут к себе. Да, а мы все время говорим, что Лена очень далека у нас. Вот. Я так, да? Сейчас... Блин, у меня был какой-то вопрос, на самом деле. Мне, короче, показалось, что очень классно раскрыть это все через вопрос. Поэтому я каждому куратору придумала вопрос. Для Лены у нас будет вопрос, на что ты обращаешь внимание в брендинге. Ну, вообще, в целом, ты видишь там работу по дизайну, по рекламе. Вот что тебе кажется супер важным? Ну, наверное, первое, на что я обращаю внимание, если я хоть как-то погружена в этот проект или о нем что-то слышала, мне кажется, что супер важная вещь, то, что дизайн и брендинг, это не история про красивые картинки, хотя они играют, ну, тоже немалую роль во всем этом проекте. Вот, и в целом дизайн, который вы делаете, он отвечает и решает определенные задачи, которые есть у клиента. Поэтому очень круто, когда ты делаешь брендинг, это, конечно же, решать с помощью дизайна, с помощью своей работы конкретные дизайна задачи, которые стоят у клиента. Вот, поэтому это, мне кажется, супер важная вещь, на которую очень нужно обратить внимание. А чем ты вдохновляешься? Ну, я, наверное, не слежу за какими-то конкретными агентствами, не мониторю сильно кейсы, но обычно у меня есть определенная отрасль, в которой я работаю. Если, соответственно, я перехожу с одного места работы на другое, то мои, соответственно, как-то сезоны, за которыми я слежу, они тоже меняются. Вот если я сейчас занимаюсь постерами, то я подписана на массу всяких телеграм-каналов, потому что, ну, это самый, наверное, удобный формат получать разные контенты и искать новости. Вот, мониторю все время и в свободное время, и по работе, беханс, интерес, когда еще референсы, когда еще какое-то вдохновение, или в целом у меня есть свободное время, чтобы посмотреть, что есть нового интересного. Супер. Давайте пойдем дальше. Спасибо большое. Она будет курировать у нас брендинг-направление. Она очень хорошая и очень много всего знает, потому что она занималась не только классическим брендингом, но мы сейчас сделаем еще и постеры. то есть она гуру фотошопа, она может еще и логос нарисовать. Это очень редко бывает. Я вам потом расскажу, классно это или нет на курсе. Так что... Реальный человек-оркестр. Да, реальный человек-оркестр. И это очень редко такое встречается, и обычно такие люди прям очень тянутся на рынке. Супер. Я думаю, что... Передаем микрофон дальше. Сейчас я вам расскажу как раз про нашего следующего гостя. Это Ира. Она у нас Digital Guru. И с Ирой мы сделали уже... Мы с ней работаем еще с моего позапрошлого агентства вместе, потому что... В какой-то момент я познакомилась с Ирой и поняла, что она вообще офигенный дизайнер. И каждый раз, когда я перехожу на новое место работы, я зову ее в свою команду. В итоге мы уже делаем фриланс. И тут я ее вписала сюда. У меня вообще в целом, конечно, команда импровертов. Когда я им говорю, давайте, пожалуйста, запишем прямой эфир. Они такие, а что, точно говорить надо? Ну, то есть они вам как бы напишут, да, комменты в фигме и в остальных местах. Вот. Но то, что я их заставляю говорить, это реально, конечно, для них стресс. Вот. Поэтому тут можно сказать team building просто моей команды происходит. Вот. И с Ирой мы сделали вот еще такой последний... Иди, пока проходи, садись, я вам пока расскажу. Мы с ней сделали вот такой последний кейс. Он вообще супер-классный. Это как раз фрил. Так, давай еще... Сейчас, давай. Или мы камеру немножко подвинем? Давай, давайте камеру чуть-чуть подвинем обратно. Да. Туда. Супер. Давай, тот же вопрос. На что ты обращаешь внимание в digital кейсах? Это, мне кажется, очень интересно. Так. Ну, начнем с того, что я каждый день смотрю эти кейсы. Каждый день мой начинается с того, что я захожу на e-words и смотрю 3 дня. Вот. И плюс у меня еще в браузере есть расширение Moosley или Newsley. И там выводится, когда ты открываешь новую вкладку, выводится сразу несколько новых сайтов, которые сегодня появились. первое, на что я смотрю, это чтобы сайт был удобный, чтобы им было интересно пользоваться. Я часто обращаю внимание на необычный лояут. То есть, если это просто поводно, не очень интересно смотреть. Суперинтересно, когда перепридумывают навигацию. Еще, конечно же, интересно посмотреть на то, какие чувства вызывают сайты и какие задачи перед ним стояли. Если это совпадает, то это прям супер. Что ты думаешь про адаптацию? Сколько вообще адаптация к мобилке это важно? Потому что очень часто многие люди считают, что в кейсе по диджиталу там должно быть, условно, есть дисктоп и есть адаптивная версия. И это прям как будто бы масло показать, что твой сайт адаптирован и еще есть мобилка. Вообще это важно, потому что большинство пользователей используют как раз такой телефон. просто сжатая версия сайта это неинтересно. Нужно адаптировать именно под каждый экран. Мы вообще в своей команде делаем под большой десктоп, под маленький, под телефон, под телефон горизонтальной версии и под планшет. Блин, я в тинде так же делала. Короче, знаешь, что, наверное, какие, может быть, какие вещи вот у тебя сейчас уже, ну что ты, не знаю, что ты считаешь какой-то базой, да, ну то есть условно есть какие-то генические вещи, ну то есть которые уже идут на автомате, вот, но поначалу тебе казалось, что это, не знаю, там супер важно показать, не знаю, кнопку двух состоит может быть в кейсе или еще какие-то вещи, вот что поменялось относительно того, как ты, ну там, прокачалась, прошла какой-то путь, потому что сейчас мы делаем сложные, там, интересные сайты, вот, и когда-нибудь мы их тоже соберем, я их не буду просто так показывать, да, вот, но что изменилось в подходе или, может быть, в отношениях? Ну, мне кажется, сейчас в кейсах уже не надо показывать все в макапах, там, какого-нибудь макра на красивом столе, а самое главное показать, наверное, как он работает именно в движении, то есть, это должен быть анимационный кейс, мобилка очень важна, и на самом деле показать, какие есть ховеры на кнопке, это тоже почему-то и нет, блин, пошла я переделывать все свое обучение, в котором было сайт на макапе, короче, супер, что, блин, сейчас у меня камера очень медленно доедет, ладно, я с собой зайду, короче, супер, что есть Ира, которая вам говорит, что в диджитал кейсе вообще-то можно не показывать макап, а есть другие способы, и в этом, короче, прикол кураторов, вот из-за этого я заставила ребят из своей команды подключиться, потому что, потому что это такая объемная экспертиза, я раньше, когда особенно, там, комментировала диджитал кейс, я очень супер могу, там, скомментировать по брендингу, по структуре, по всему, а потом я еще приходила к Ире, такая, Ир, а что, какие репы можно докинуть, в этот раз, Ира может этим заниматься, не только помогая мне, но еще отдельно от Иры и вас, так что это большая пушка. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну что, короче, у нас еще с вами добавляется толчок, да, этот толчок, он как раз про продвижение, потому что мне важно, чтобы вы не только сделали кейс, но чтобы ваш кейс стал успешным, чтобы вы смогли для тех, кто захочет, еще и начать свой технологический блог, вести, просто я знаю, что многие хотят, но они понимают вообще, что делать, как это и так далее. Блин, сейчас, давайте я еще чуть подвинусь, чтобы я, чтобы стало сидеть неудобно. Так, ладно, уехала. Так, и еще, что важно, очень многие не понимают, как это совмещать, потому что кажется, что я сейчас буду делать контент, это займет целый день, когда я буду работать, у меня еще и фриланс, а что делать? Вот. Поэтому у меня еще и будет как-то параллель создание контента и кейсов. Это такая вещь, которая, может быть, она не всем нужна, но кажется, что сейчас настолько все хорошо продается через Инстаграм, через Behance, потому что половине моих ребят написали про Behance какие-то люди, которые хотят либо позвать их на работу, либо скинуть им фриланс. И из-за этого я поняла, что эта штука, она работает, ее не была на моем самом первом обучении, я ее ввела в прошлый раз только относительно Behance и поняла, что это работает, и так что надо пользоваться и продолжать. Сейчас мы посмотрим, как проходит обучение. На самом деле у меня есть сайт, наверное, вы его видели, может быть, вы, конечно, сразу из институт пришли, но там есть личный кабинет, в который вы зайдете, там нужно будет ввести свой логин, пароль, и дальше попадете внутрь. У нас есть вот такая страничка, там есть видос, там есть ссылка на нашу группу, там будет вот такое расписание, и будут появляться уроки в соответствии с расписанием. Соответственно, если у нас с вами старт 30-го, до 30-го появится видосик, и 30-го появится сразу домашка, сразу появятся схемки к вашему уроку. К каждому уроку будет обязательно своя PDF, которую можно будет качнуть, и чтобы ничего не забыть, оно у вас остается. Мы будем с вами работать сначала в Notion, это мы будем заполнять такие, у каждого будет своя страничка, у нас будет общая табличка, в которой мы будем все это суммировать, можно будет идти посмотреть чужие CV, опять же, вдохновиться, для того, чтобы у вас было длинно опыта. И здесь в Notion можно будет писать комменты, поэтому прям сразу я вам сначала расскажу, как работать в Notion, а для тех, кто не умеет, это будет полезная штука, мы в Notion делаем примерно все, то есть ведем прям свои какие-то гайды, мы ведем какой-то onboarding Notion, поэтому Notion очень нужен. Сейчас я вам, дальше мы с вами сделаем такой список по проектам, когда мы поймем, что нам нравится, какие проекты супер, какие не супер, а сейчас сколько у нас должно быть, чтобы вы поняли вообще, даже после курса по количеству и по качеству какие-либо они должны быть. Дальше мы переедем с вами в фиглу, мы будем писать вот такое количество комментов, это просто в среднем сколько происходит комментов на кейс, просто чтобы вы понимали. Вот так это все выглядит в формате рефов, борда и так далее, это вот один кейс, а потом так выглядит в структуре в фигме. И потом мы с вами перейдем, переупакуем свои кейсы, сейчас я вам покажу конкретные кейсы, которые еще не показывала в инсте, у нас прям несколько расскажу историй, вот ко мне пришла девочка одна прошедшая обучение на Боннифлайт, она была аналитиком в Альфа-банке и в какой-то момент решила, что ей пора оформлять презентации, которые они делают, она пришла на Боннифлайт и вот вышла с таким пэком, с такими презами, и дальше ей понравилось, она поняла, что мы хотим быть дизайнером, и поэтому она пришла ко мне на обучение, изначально мы с ней переупаковали, в прошлый раз было обучение чуть подольше, мы с ней переупаковали ее презы вот в такой формат, соответственно, она научилась просто понимать, что такое дизайн-системы, как это все подогнать и систематизировать таким образом, чтобы это было интересно, и все это было ярко, сочеталось между собой, как сделать анимацию, потому что все кейсы стали анимированными, это такая классная штука, и потом она после этого сделала кейсы со зерном, которое вы видели, то есть это как раз вот случай, когда человек не занимался брендингом, и с нуля сделал еще, во-первых, переделал то, что у него было, и еще и сделал какой-то брендинг с нуля, в этот раз мы будем делать только с нуля, основываясь на каких-то тематиках, которые у вас уже есть в фартфоне, либо мы можем обрекировать новую тему, и это очень важно, потому что у каждого из вас будет определенная своя ветка развития и какие-то свои кейсы, и своя база. Вот был второй кейс, соответственно, дизайнер, который это сделала, она изначально обучалась на вот такие прикладные всякие прикладное искусство, не знаю, как это корректно назвать, на обучение прикладного искусства, и с ней мы как раз чуть переделали и упаковали ее кейсы до брендинга, то есть это сразу была такая классная анимированная история, основу которой легло то, что она уже делала, но мы придумали это все переделать на таких классных персонажей, появилась навигация с игрой, немножко причесалось это все по цвету, появились вот такие классные постеры, появился еще и такой мерч, и это такой очень интересный кейс, очень объемный, мне кажется, что вышло просто потрясающе. и следующий кейс это здесь был только логотип, потому что часто такое бывает, что ребята приходят ко мне и говорят, мы вот научились сделать в каком-то курсе логотип, вот здесь логотип, а что делать, как это упаковать, вообще, как оно в целом, что дальше, да, и этот кейс мы переделали в такой, мы переделали все, переделали логотип, добавился брендинг, добавился даже какие-то слоганы, которые девчата это придумали, у нас появился такой классный персонаж, который стал основой нашего брендинга, и кейс получился очень интересным, очень прикольным. Это такие случаи, когда в целом очень многие ребята приходят с нуля почти, да, то есть есть что-то на уровне одной картинки, которую они где-то нарисовали, или какие-то основы, кейсы, которые у них были изначально, и мы по сути переделываем все, и подходим к вашей тематике просто по-новому. В итоге, то что получается, в итоге у кого-то появилась новая работа, у кого-то появилась первая работа, потому что у меня были случаи, когда человек занимался два месяца дизайном, это как раз этот кейс, который я вам показывала с одной стороны с карточками на Wildberries, и этот человек делал тоже часто в этом кейсе с верном. И после этих кейсов девушка вышла на новую работу, это вообще потрясающе. У кого-то превзошло повышение, потому что новые скиллы, и плюс новые какие-то вещи, которые вы зовете, они влияют, естественно, на вашу стоимость. У кого-то добавилась новая сфера, потому что я уже рассказывала кейс, когда ко мне пришел порпитковый дизайнер, и в итоге мы попробовали брендинг, и брендинг настолько зашел, что девушка делает еще и кейсы по брендингу, и в целом дела взгляд на то, с чем она изначально приходила. Плюс многим приходит фриланс зарубежный, российский, разный, и это тоже классно, потому что это тоже повышает наш доход. Итак, смотрите, что дальше? Дальше, после того, как вы пройдете, у нас есть закрытый чай для учеников, который я откидываю в фриланс. Есть еще классная тема, которую я сначала не осознавала, но потом осознала, что для лучших учеников есть возможность во-первых, или попасть к нам в команду, или есть возможность сделать с нами фриланс вместе, потому что у нас очень много проектов, суперразов, я постоянно прямо смотрю на таланты, и из каждого потока нахожу их, и вот сейчас я нашла арт-директора с прошлого потока, я нашла фриланс, с позапрошлого потока я нашла себе дизайнера, и он уже сейчас прокачался до синьора, и это вообще потрясающе видеть, как люди, которых ты вроде как случайно встретил на каком-то этапе условного джуниор или миддл, выращиваются и становятся синьорами, это очень классно, и плюс ребят, которые учатся, у меня я часто кому-то рекомендую, и ко мне уже начинают бывшие коллеги приходить и спрашивать, могу ли я порекомендовать кого-то из учеников, и это тоже очень приятно, очень классно, значит, то, что мы с вами делаем, оно очень полезно. смотрите, сейчас я вам покажу стоимость, стоимость за тариф с кураторами и со мной, в этот раз у нас есть ограниченное количество мест, часть уже раскупилась на ссылке секретной, которую я отправляла, это такая стоимость, которая у нас уже есть, плюс сейчас я договорилась с сервисом по рассрочкам, и это получается примерно как тройка, я недавно, я просто постоянно теряю тройку, и я недавно поняла, что она стоит почти 3000, и я такая думаю, блин, офигеть, ну типа рассрочка в месяц на пульс она стоит так же, а кажется, что день, который вам могут принести целый результат от него, они гораздо выше вообще того, что может быть.